Здравствуйте, друзья! Кто-кто в офис Портнов Компьютер Скул пришел? Летний? Как там, жарко на улице? Как там жизнь-то? Жизнь как? Сегодня жарко. А если в школе у нас прохладнее, чем на улице? Тут прохладнее. То есть на улице жарко. Можно жить? Можно, можно. Так давайте, что пришли рассказывать? Тест пришли сдавать. Пришли сдаваться. Оба, что ли? Оба будете сдавать тест? Да. На который час вам назначили? После трех. После трех, скажем. В любое время, что ли? С позволяем после трех подходить. Так, ну хорошо. Докладывайте, что нового в жизни, какие? У вас же сейчас такое время перемен, у вас должно быть много разных эмоций. Да. Эмоции зашкалывать. Давайте. Антон Эдзонит. Все в движении. Так. Уже подключили ГАЗ, наконец-то. А что, проблема какая? Ну, у нас была проблема, мы туда ездили, три раза было закрыто. В офис? Или два, в офис туда, да. Ну, уже в понедельник мы поехали. Подождите, ГАЗ к чему подключили? На свое имя. ГАЗ. А, я понял. Вы должны были сервис включить на собственное имя. Да. А до этого вы пользовались на чужое? На чужое. То есть, грубо говоря, вы пользовались, а денег не платили? Не, мы по-честному, когда пришли, мы сказали, что с 7 числа, как бы... Ну, у нас просили. Так, хорошо. Подключили ГАЗ. Точнее так, перевели на свое имя дальше? Да. Да. Друзья, не подумайте, что нас без ГАЗа оставят. Так. Да. В худшем случае возьмут деньги с другого. Так. Да. Ну? Так, как бы, пока мы обыслаиваемся, можно сказать. Так. Друзей каких-нибудь завели, подруг? Да, познакомились с ребятами. Вас на улице узнают? Немножко. Немножко узнают. А, в магазине есть. Так, что говорят? Да. Вы случайно не из портного? Да. Школы. Школы. Так. Мы говорим, случайно из нее. Нет, но они сказали, вы вас видели или у вас просто лицо такое? Нет, мы видели. Нет, они присматриваются. Так. А потом... Ну, вас узнают. Да. Друзья, как ставить популярным? Вот. Хорошо, но вас не приглашали там на бурбекью какой-нибудь? Нет, еще пока нет. К океану там. Пока нет. Автомобиль вы еще не завели? Не завели. Ну, присматривайтесь и пока нет. Присматриваемся. Да, да. Расскажите, что там, что там в автомобильном бизнесе, что происходит? В автомобильном бизнесе, что происходит? Да. Ну, автомобилей очень много есть. И цены разные. Друзья, они есть, это хорошо. Есть, да. Так, вы сгрутитесь немножко. Вы оперируете. Так, дальше. Да, автомобилей есть много, цены разные. Так. Ну, в среднем, если, наверное, брать такой более-менее автомобиль, то, наверное, тысяч шесть надо. Да. Да, это такой, чтобы ездил хорошо. Да, чтобы было меньше с ним проблем. Ага. Но можно взять и подешевле. Можно. Выехать можно, но уже... Но можно и за 800 баксов. Нет, мяточка, мяточка, мяточка. Так. Друзья, присоединяйтесь как-то так. Присаживайтесь. Да, давайте садим. Расширяется коллектив. У нас прибавляется девочка. И убежала. У нас прибавляется девочек. Так. И сгрутитесь, Лена, сгрутитесь к ним туда. Так. Вы знаете, вот ребята вообще видели? Это все знакомые. Знакомые. Вот. А вы знаете тетю? Да. А откуда? Знакомые смотрим. Ага. Да. Так. Ну, давайте, чем она прославилась? Рассказывает о жизни, как у вас учатся с мужем. Так. То есть, вы видите, как у вас? Да, да. А вас на улицах узнают? Да. В Сакраменто приехали, в Омарте узнавали, в Сандии. А тут у нас узнают? Не особо. Ну, соседи наши, вот, которые живут почти, ну, многие знают, где мы живем сейчас на Антинью. А так, на улицах, в магазинах нет. Ага. Ну, хорошо. Ладно. Так, возвращаемся. Это у нас новички. Они недавно сняты из самолета. Вы когда, забыл, прилетали? Будет завтра третья неделя. То есть, еще и месяца нет? Нет. Нет еще. Двадцать восьмое было июня, да? Да, да. Двадцать восьмого июня они приземлились. И с тех пор вот... Ну, вы очумевшие или уже отошли? Уже отошли. Да? Да. Я отошли. Лена, вот как они очумевшие, так чисто внешне? Нормально? Очень хорошо. Адекватные. Ну, хорошо. А то они, когда с самолета сошли, были очумевшими. Свежие. Да. У меня был такой период в жизни. Я много встречал. Чуть-то не каждую неделю ездил. И там мне люди, чтобы мы не разминулись. Они там какие-то свои фотографии слали. А потом приходишь, стоишь, стоишь. Нет человека. Потом выходит, думаешь, ё-моё. И я тогда им инструкцию давал. Я говорю, прежде чем сняться и поставят мне фотографию. Я говорю, три дня не ешь. Пробежишь, пробежишься десять километров бегом, так? И фотографируешься. И шлёшь мне вот это. А то, знаешь, они снимаются в Праге. Она в такой шубе стоит в каком-то дорогом там месте. А выходит совершенно другой человек. Никакой в Праге. В общем, мы измотанные все. И такое бывает. Так по основному? Да. Ну, конечно. А так сутки в дороге-то. Вы были сутки? Да, да. Это вы молодые. Я был с Украины. А были бы вдвое старше. Представляете, чтобы с вами было? Нормально. Нормально, конечно. Слава Богу, не в ту сторону идти, а в эту. Уже хорошо. А на Украине этих не обижают, как сказать, религиозные меньшинства? Нет. Такого не знаем. Мы не слышим. Да. То есть можно, как хочешь. Конечно. Ладно. Так вот вы пришли, значит, тесты сдавать. А чем вот день наполнен? Ну, кроме того, что вы в офисы всякие ездите там, энергию подключать? Ну, наверное, к сожалению, пока только так. То есть надо все обустроить и купить. То есть вы деньги тратите? Да. К сожалению, да. А что же вы бесплатно где-нибудь не возьмете? Нет. Ну, мы как бы старались и бесплатно, и за денежку. Так. Стол купили на Фейсбуке. Там есть группа. И стол, четыре стульчика мы хорошо взяли. На кухню, что ли? Да, да. На кухню? Да. Какая группа? Барахолка, Берри. А, есть такая, да. Барахолка. Знаете что? У меня есть стол. Я могу вам дать стол. Но, правда, если вы уже взяли, я не знаю. У меня есть стол. Правда, в студии кто-то умыкнул. Да. Там сейчас стройка начинается у нас. И там и студии тоже были. Они почему-то студия увезли. Те, кто там жильцы, как бы на память взяли. А стол остался. А стол остался. Хороший такой, лакированный. Из дуба. Стол тяжелый. Тяжелый. Не унесли. Нам еще повезло бы... Может быть у них страка не было, да. Нам повезло бы мы стол и стулья на соседней улице. На Калифорнии. Мы когда в Сан-Франциск только приехали, и там как раз квартира у нас появилась, а пусто было. И тут вот эти вот, тогда это называлось стрит-клиники, когда люди выставляют все, они бесплатно увозят. Ну и мы ходим, и вот как раз ночь, вечер, и когда все вытаскивают все, мы идем. А так у нас более-менее уже все было. Ну там думал, может пару стульчиков взять. Еще нам очень хотелось автоответчиков. Знаете, мы в СССР жили, там не было автоответчиков. А здесь это вообще, это как даже, не знаю, символ американской жизни. И мы идем, значит, и там спрашиваем, автоответчики есть? Там люди тащат. Автоответчики есть? Говорят, нету. Автоответчики есть? Говорят, может телевизор возьмете? Нет, нет, нам не надо. Нам автоответчик. Автоответчик в итоге мы купили за десятку. Да. Еще мы купили, нам очень хотелось радиотелефон. Здоровенный был, как вот на крейсере «Аврора» такой, знаете, большой. И вот этот радиотелефон обладал таким свойством, что он начинал звонить, когда у соседа звонил радиотелефон. То есть как-то они по частотам пересекались. К счастью, он месяца через три сломался. И мы его выкинули. К счастью. К счастью. К счастью. Нет, ну он такой был странный радиотелефон. А мы купили просто телефон за два доллара. В магазине. В магазине за два доллара купили телефон, воткнули его, но он только фонил, знаете. Вот так вроде, когда тихо, не фонит. А как начнешь говорить, так и фонит. Да, и мы долго не понимали, что с ним неправильно, пока не пришла женщина, американская одна. И попыталась там им воспользоваться. Потом она говорит, вы сколько заплатили? Я говорю, два доллара. Она говорит, так вот же и объяснение. Это как мы купили полочки в Волмарте за 15 долларов. Ну. Ну, для книг в будущем. Так. Мы ее собирали и в итоге мы ее выбросили. Потому что 15 долларов. Она разлетелась. А что с ней случилось? Она разлетелась. Разлетелась? Там были эти пластмассовые штучки, она все упала. Сложилась. Да, друзья. Не то хорошо, что дешево, а то, что выполняет свою основную функцию. Да. Ладно. Так вы уже денег потратили? Ну, приходится. Пока да. Родители что говорят? Мы по максимуму. Родители говорят, вы там экономьте. Или говорят, тратите, не стесняйтесь. Ну, на наши рассуждения. Доверяют? Конечно. Хоккей. Ну ладно. А вы транжиры вообще? Хочется что-нибудь добавить? Эх, думаешь, хрен с ним сейчас пойду? Как? Выкину там стольник? Ну, у нас, наверное, здравый пока разум побеждает. Так. И мы держимся. Это уже удача. Да. Ну ладно. А я вот все жду, когда выйдет передача Зарубитчаны с нашим участием. Да. Вы смотрите там их? Новый канал? Ну да. Нет или где? Ну да, да. Вот нас тут снимали для передачи Зарубитчаны. А я не знаю, а какая программа? Вы меня спрашиваете? А Зарубитчаны, да? Это ж вы с Украины, я-то и причем. Я просто не знаю. Вы не слышали? Ну, в общем, друзья, кто нас смотрит, как выйдет это Зарубитчаны с нашим присутствием, с моим личным, вот в этом офисе снимали, дайте мне срочно знать. Обязательно. Их, в принципе, где-то вывешивают. То есть они в сети тоже есть, вот именно эти Зарубитчаны. Я видел какой-то канал, где их вывешивают. Вот. Так что будем Зарубитчать. Будем наблюдать. Да. Ну хорошо, народ, сдавайте тест. Вот. И, как это сказать? Хорошо, вот какое им напутствие дать на ближайшие пару дней? Даже не знаю. Усердие, терпение или настрой хороший, что ли? Да. Хорош настроиться все. Бывает, потерял что-то, настроение хорошее. А бывает, приобрел и думаешь, зачем нам не надо было. Знаете, как вот эта пословица русская хорошая, что говорят, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Но имея большой опыт, так сказать, в нашей школе, могу вам сказать такую вещь. Я добавлю к этой пословице. С дураком найти нельзя. С дураком можно только потерять. Это кажется, что ты нашел с дураком. Это абсолютная ерунда. С дураком найти нельзя. А с умным, даже если ты потерял, то, может быть, больше приобрел в смысле опыта, отношений и как бы позиционирования на будущее. Понимаете? Поэтому. Такая вот хохмочка вам на дорожку. Спасибо. Все. Маша новочкой. И до скорых встреч. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok